Ну что, поехали! Завершающая трилогия! Год 2007, Человек-паук 3, враг в отражении, Spider-Man 3, и конечно же, Тоби Магуайр! Ох, этот... Ох! Человек с детским лицом! Кюстен Данс, сексапельная, просто с Юнити Код, не могу, подбираю постоянно, когда смотрю на неё. Джеймс Франк, Томас Хайденчурч, Тофер Грейс и другие замечательные актёры. Фильм того же режиссёра, Сэма Рэми. Ребята, бюджет был в 258, на этот раз бакинских. Сборы в США составили 336, но порядок лучше. Сборы в России, между прочим, очень даже хорошие были, 13, почти 14 бакинских. Ну, а сборы в мире 890 зелёных, ребята! Дивидим на США составили 120... В общем, слушайте, одни цифры, одни цифры! Зрители только в Америке было 48 миллионов премьера в мире, создалась 3 апреля 2007. Ну, а... Блю-рей, самое-самое крутое на то время, 20 марта 2008 года от Columbia, Sony. Вы спросите, наверное, задаётесь вопросом, зачем я всё это читаю, да? Так это же статистика, это самое-самое-самый сок. Ну, мы же где-то сами, конечно, но... Лучше же, если это буду я, Великий Обзор. Прошло 5 лет. С тех пор, как Питер осознал, что с велькой силой приходит в великая ответственность. И 3 года с тех пор, как он отказался быть борцом за справедливость. Питер! Но сейчас... Кажется, Питер прекрасно научился жить несколькими жизнями. Он хорошо учится, Нью-Йорк признал его героем, отношения с Мэри Джейн прочны. Чё ещё надо, пацан? Чё тебе ещё надо, как говорится? Какого тебе наражена? Питер даже намеревается сделать ей предложение. Ну, наконец-то! Но, к сожалению, его лучший друг Гарри Осборн по-прежнему считает, что именно Человек-паук несёт ответственность за безвременную кончину его отца. Ну, если вы помните, что во второй части было, ну и так далее, и так далее... Гарри намеревается отомстить ему в образе нового гоблина. В то же самое время на криминальной сцене Нью-Йорка появляется другой могущественный суперзлодей. Чуть ли не прочитал Супер Суицидник, известный как Песочный Человек. О, да! Это ещё тот... Не буду говорить, кто. Это Человек-паук. Надевает таинственный чёрный костюм, и его чёмная поромстительная сторона полностью поглощает его. А это уже трансформация, да. Эта трансформация вот-вот-вот заставляет его встретиться с самым сильным противником. Самим собой, конечно же! С кем же ещё? Бой-бой, самим собой, бой-бой. Друзья мои, ну что тут говорить? Трилогия удалась! Просто спасибо, спасибо режиссёру Сэму Рэмми. Он подарил нам три великолепные сказки о Человеке-пауке. Вот эти фильмы можно пересмотреть с удовольствием. Это фильмы на века. Вот-вот-вот. На века просто. Вот-вот-вот можно смотреть до смерти. Вот честно. Хоть уже старенькие. Но поверьте, они просто, ну, на одном дыхании. Не живи новые фильмы, переосмысления, опять франшизы новые. Ну нет, ну там же и всё по-новому. Ну вот, каждому, мне кажется, поколению свои фильмы. Моя оценка этому бесподобие 8,5 баллов. Посмотрите обязательно все три фильма и на этом всё. А и поиграйте в игру, кстати, Человек-паук на PlayStation 4. Почему бы и нет? Как-как так сказать, закрепите материал. Ну что, ставим лайки или дизлайки. Подписываемся на канал, смотрим лучшие фильмы. Хорошие фильмы. До далёкого 2007 года. Подписываемся на канал, что я уже это сказал. И, конечно же, помогайте на развитии канала, друзья. Любой монеткой буду очень признателен. И где-то вдали. Аджоос.